Открывай мир из Владивостока, Приморский край – центр притяжения. Под такими девизами наш регион представит свой павильон на выставке улицы Дальнего Востока во время работы юбилейного 5-го Восточного экономического форума. Павильон выполнен в форме морской раковины, а его экспозиция расскажет о результатах работы по созданию в регионе нового качества жизни, познакомит с проектами, которые изменят облик Владивостока в ближайшие несколько лет. Сейчас строительные работы уже вошли в финальную стадию. Посмотрел ход работ на улице Дальнего Востока губернатор Приморья Олег Кожемяка. Одним из главных экспонатов станет инвестиционная карта. На ней отмечены значимые проекты и производство. Для тех, кто задумается о своем бизнесе в Приморье, будет работать стойка центра «Мой бизнес», где можно узнать о действующих в регионе мерах поддержки. Особое внимание уделяется презентации туризма. В павильоне посетители смогут совершить путешествие по нашему краю на воздушном шаре с помощью VR-технологий. Мы готовимся, безусловно, к этому важнейшему для нас событию, юбилейному пятому экономическому форуму. Надеюсь, что он пройдет на достаточно высоком уровне. В любом случае, край делает все, чтобы наш павильон занял достойное место. И мы, как хозяева этого форума, безусловно, должны быть на высоте и задавать тренд всем остальным субъектам. Впервые на ВЭФ в павильоне нашего края будет представлена концепция развития острова Русский. Здесь появится инфраструктура для занятия спортом и отдыха, а с материком свяжет новый мост через остров Елена. Также посетители смогут познакомиться с проектом по созданию музейно-выставочного и театрального комплекса во Владивостоке. В этом году наглядно оценить возможности Приморья жители и гости смогут 8 сентября. Глава региона добавил, что рассматривается возможность сделать павильон многофункциональным и использовать его не только в рамках Восточного экономического форума, но и в другое время. Я считаю, что это правильное решение, затратив довольно значительные средства, которых мы, кстати, из всех субъектов, наверное, меньше всего затратили. Потом посмотрим, какой коэффициент использования денежных средств и результативности. Бессловно, должны использоваться. Поэтому здесь мы проведем такой блиц-опрос среди студентов для ВФУ этого городка. Что им важнее, что нужно. Интернет-кафе или, может быть, библиотека или какая-то там другая зона для общения. Быстро переформатируем это. И посмотрим, или, может быть, отдадим его в аренду, или какой-то молодежная общественная организация возьмет это всем, чтобы он принесил пользу. Напомним, выставка будет открыта для гостей и участников ВФ с 3 по 6 сентября. В этом году количество представленных на ВФ регионов увеличилось. Впервые в этом году на улице Дальнего Востока будут представлены павильоны Бурятии и Забайкалья, которые в 2018 году были включены в состав ДФО. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.